Доброе утро! Доброе утро! Здрасте, дорогие мои! Сегодня 23 марта, сегодня воскресенье. Как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает. Но поскольку вы у нас часто выигрываете, то значит, русское лото рискует. Сегодня мы рискнули пригносить в нашу студию Остапа Бендера, точнее, исполнителя роли Остапа Бендера, народного артиста СССР Арчила Гомешвили. Арчил Михайлович, я прошу вас сюда. Вот вам микрофон. Но прежде всего я хочу нашим зрителям пояснить, почему именно сегодня мы вас пригласили. Потому что сегодня у Арчил Михайловича день рождения. Давайте поаплодируем. Да, ну это подарок. Я, чтобы вам не держать в руках, я сейчас вот прямо от одной ассистентки к другой мы передаем. Арчил Михайлович, где отмечаете в Золотом Остапе? Он включен, не волнуйтесь. Есть замечательный ресторан в Москве, который называется Золотой Остап. К сожалению, Золотого Остапа уже нет, но есть очень интересный ресторан на том же месте, на Шмидтовском проезде, который называется Порто Малтезе. Это чисто рыбный ресторан. Неожиданно. Из Адриатики каждую неделю два раза на самолете получаем рыбу свежую. И там это все событие будет происходить и мои день рождения. Ну, вы чувствуете замысел на уровне того героя, которого Арчил Михайлович играл в кино. Арчил Михайлович, у нас сегодня, как вам сказать, мы разыгрываем автомобили. И поскольку вы человек, который возглавлял пробег по бездорожью и разгильдяйству, мы вас просим ударить автопробегом здесь у нас сегодня. И мы сейчас с вашей помощью разыграем, ну, достаточное количество машин для автопробега. Итак, по номерам купленных вами билетов сегодняшнего 441-го тиража мы разыгрываем автомобили ВАЗ-2110. Я подставляю мешок, вы можете смело открывать задвижку. Блескаще. Естественно, естественно. Все получилось. Так, теперь я прошу, чтобы все телезрители взглянули на свой билет. От него персональный семизначный номер. Считайте, что первая цифра в номере вашего билета уже сошлась. Потому что в каждом разряде для билетов, чей номер начинается на единицу, ноль, двойку, тройку, неважно на какую цифру, мы разыгрываем по одному автомобилю. А вот последующие цифры определит Арчил Михайлович. Итак, вторая цифра в номере билета слева направо. Это номер 9. Номер 9. Девятку я опущу на место, вот сюда, в мешок. Я хочу телезрители, чтобы видели, вот. Опустил. Почему? Потому что любая цифра может повториться сколько угодно. Раз, пожалуйста. 23 есть там? Нет, 23 там нет. Только от нуля до девяти. Номер 9, я же сказал, пожалуйста, вот. Номер 9. Арчил Михайлович, я опять опускаю. Я понимаю. Перемешиваю. Третья попытка. Номер 5. Номер 5. Пятерку на место. Нам осталось еще три цифры. Три бочонка. Номер 2. Номер 2. Номер 2. Двойку на место. Вот так. Сейчас все смотрят с надеждой на вас, у кого пока все совпадает. Номер 8. Номер 8. Итак, остался последний. Последний бочонок. Ваши билеты. Ваши билеты там. А вдруг вы вот сейчас взяли, да и выиграли. А вы сейчас посмотрим и объявим еще раз. Итак, номер 2. Опять двойка. Я прошу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли автомобили ВАЗ-2110. Номера выигравших билетов. 09-95-282. 19-95-282. Итак, я от души поздравляю всех обладателей наших призов автомобилей ВАЗ-2110. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Нет, не по... Вот номер. Нет, Арчил Михайлович, играйте дальше, что называется. Вот. Я хочу, во-первых, я вам действительно очень признателен. Я хочу в ваш день рождения пожелать вам здоровья, прежде всего, успеха, удачи в вашей деятельности. Вы человек, который очень близкий вот нам по духу, по восприятию жизни. Вы очень веселый, жизнерадостный человек. Я вам желаю, чтобы вы еще сто лет сохраняли вот такую же жизнерадостность и обаяние. Арчил Гомиаршвили. Я вручаю вам медаль в честь выхода первой нашей передачи в эфир. Это... Пусть она будет в вашей коллекции. Я хочу, чтобы у вас дома, и, может быть, вы в ресторане у себя поставите вот этот набор русского лото, и на досуге, может быть, поиграете с семьей. И прошу вас остаться у нас в студии. Вот ваш номер. Будете играть вместе с нами. Ассистентки помогут. Вот, замечательно. В нашей студии Арчил Гомиаршвили. С днем рождения! Я не знаю, замечали вы или нет, но я-то это все время замечаю, что москвичи, как ни странно, очень часто интересуются погодой. Вроде им не сеять и не пахать, но как только объявляют по радио или по телевидению погодам, москвичи просто сразу ушки на макушке. Ну, а то, что в Москве в последнее время делается, у нас просто зимой какой-то поистине полярный холод, а зимой тропическая жара. Поэтому неудивительно, что сегодня, 23 марта, во всемирный метеорологический день, мы пригласили к нам представителей Гидромедцентра Российской Федерации. Агрометеоролог, кандидат географических наук Анна Ильинична Страшная. Синоптик Валентина Куделина. Метеоролог Екатерина Кручинина. Поведайте мне, пожалуйста, чем отличается метеоролог от синоптика. Я не знаю, кто будет говорить. Метеоролог, он занимается анализом метеорологических процессов. Синоптик, он занимается прогнозом метеорологических процессов. То есть вы прогнозируете? Да, я прогнозирую. А вы опровергаете? Нет, мы анализируем то, что есть. Анализируете то, что есть. А вы? А я рассчитываю, как повлияет текущая и ожидаемая погода. То, что они рассчитали? На сельскохозяйственные растения. Как они сформируют урожай, как будут развиваться, когда созреют. Вот это моя епархия. Замечательно. Я чувствую, вы влюблены в свою профессию. Я не буду вам пенять за то, что очень часто то, что метеорологи говорят, не совпадают с жизнью. Но что делать? Очень часто мы надеемся на одно, получаем другое. Посмотрите, что у нас здесь. Вот, как ваш прогноз? Как наши кучевые облака здесь расположились? Переставьте, пожалуйста, любые номера, как хотите. Проверьте сначала наличие всех. А этим временем передам слово нашей компьютерной. В группе говорит Галина Силакова. В 441-м тираже принимает участие 1 миллион 80 тысяч 190 купленных вами билетов. Призовой фонд игры составил 16 миллионов 202 тысячи 850 рублей. Все ли у нас в порядке, метеорологические друзья мои? Все в порядке? Тогда я подставляю наш старый добрый игровой мешок. И мы начинаем вращение штурвала. Пожалуйста, вперед. Удачи всем, кто играет с нами. Ну и, конечно, я думаю, что мы от души пожелаем, чтобы прогнозы наших игроков совпали с тем, что мы сегодня извлечем из мешка. Ваш путь за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. Их нужно заполнять. Порядок появления номеров в игре чрезвычайно важен. Ну а мы вглядываемся в наш мешок. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сколько раз мы говорили о том, что есть наш супер-приз Джекпот. Сегодня он вновь обрел реальное воплощение. Наш супер-приз Джекпот. Вот он. Джекпот составил 12 миллионов 937 тысяч 778 рублей. Вот это наш супер-приз. Для того, чтобы выиграть этот супер-приз Джекпот. Давайте будем так по-русски называть Джекпот. Вот это, чтобы вот этим котищем овладеть, чтобы он уступил вам свое место на этой бочке с деньгами. Вот здесь, обратите внимание, нужно, чтобы первые 15 номеров, которые волей и судеб, появятся из мешка, оказались в числе 30 номеров вашего билета. Тогда и код, и сумма ваши. Ну а в конце игры вас ждет вот эта самая скромная мышка. Мышка-кубышка. Вот она, здесь. В конце игры здесь тоже немалая сумма. Наша мышка-кубышка. В кубышке 486 тысяч 85 рублей. И эта сумма в конце игры. Ну а начнем, как всегда, по порядку. Первый тур и призовая сумма первого тура. Призовый фонд первого тура 70 тысяч 533 рубля. Это для начала. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Зачеркивайте в своих билетах следующие номера. Номер 33. Кудрии. Номер 33. Номер 78. Номер 78. Номер 50. Полтинник. Номер 50. Номер 20. Ровно лебединое озеро. Номер 20. Номер 20. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 17 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы вам напомнили правила игры в первом туре. Итак, призовую сумму первого тура получит билет или билеты, в которых раньше других купленных вами билетов будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, продолжаем. Номер 86. Номер 86 лидирует 126 билетов. Номер 60. Ровно. Номер 60 лидирует 432 билета. Номер 11. Номер 11. Стоп игра. Стоп игра. В первом туре выиграли 5 билетов по 14 106 рублей. Я поздравляю всех пятерых обладателей одной пятой призовой суммы. Ну, представляете, как мне сегодня повезло. Во-первых, я вытащил счастливый бочонок номер 11. Во-вторых, этим номером закончилась игра в первом туре. Ну, сейчас, естественно, вы получите приз, потому что знаете ли вы об этом, что такое барабанные палочки? Вы знаете об этом. Ну, вы знаете, если вы знаете об этом, расскажите об этом сами. Нет, ну что вы, ну не стесняйтесь. Ну, скажите. Барабанные палочки это... Это... Счастливый номер. Ваша передача. Ну, у нас все получается. Александр Белоусов. 441 неделя в эфире. Наш постоянный ударник. Золотые барабанные палочки. Вам, вам, естественно, не Александру Белоусову, вам приз. И вам предстоит вытащить из мешка пять... Четыре бочонка. Четыре бочонка. По очереди игроки под этими номерами в студии занимают места за нашим игровым столом номер 52. Номер 52. А наши радиослушатели, телезрители не забывают зачеркивать 87. Номер 87. Внимание. Да. Слушаем. После девятого хода появились билеты, которые претендуют на денежный приз Джекпот. Итак, появились билеты, которые претендуют на наш суперприз Джекпот. Это более 12, ну, почти 13 миллионов рублей. Как вас зовут, очаровательная? Татьяна. Танечка, вот вы себе представить можете, что вы выиграли такую сумму? Если можете представить, то как вы ее потратите? Нет, не представляю. Совсем, да? Совсем. То есть, а какая сумма поддается вашему осмыслению? Ну, это зависит от того... Сколько принесет муж? Да. Вы замужем, да? Нет. А что? Это не нравлюсь никому. Так, этот вопрос надо обсудить. Что значит не нравлюсь никому? Что за трагические какие-то интонации? А вы женаты? Я? Да. Жаль. Так, если бы у нас была реклама, я бы объявил, конечно, рекламную паузу. Но поскольку у нас рекламы нет, мы продолжаем играть. Татьяна, обсудим это дальше. Хорошо. Хорошо. Номер 70. Ровно. Номер 70. После 10-го хода осталось 9 билетов. 9 билетов. 13 миллионов рублей. Ну вот выиграли бы. Чего вы купили бы? Машину. Машину. Еще. Еще. Квартиру. Квартиру. Отдохнула бы за границей. Замечательно. Хорошо, Таня. Ваши планы меня устраивают. Итак, номер... Номер 54. Номер 54. После 11-го хода осталось 2 билета. Танечка, этот игрок под этим номером займет ваше место. Но прежде чем вы вернетесь с собой на свое место с этим призом, вы получите еще один. Это часы с логотипом телевизионной игры лотереи «Русская АТО», на которых написано «Время выигрывать, не время отчаиваться». Мы аплодируем Татьяне и ее планам. Мы все в сборе за столом для того, чтобы продолжить игру во втором туре. Каков призовой фонд второго тура? 141 тысяча 66 рублей. Это больше, чем было в первом. Мы продолжаем. Продолжаем игру во втором туре. Прошу. По одному бочонку из мешка. Номер 72. Номер 72. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 37. Номер 37. Игра продолжается. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Игра продолжается. Номер 76. Номер 76. Внимание. Внимание. В 441-м тираже после 15-го хода джек-пот не разыгран. Не разыгран джек-пот. Джек-пот не разыгран. Он остается здесь у нас под охраной нашего кота. Джек-пот охраняет наш супер-приз до следующего тиража. Потому что он увеличится еще на 3% призового фонда. Имеет смысл купить билет нашего следующего 442-го тиража и попытаться овладеть этой суммой. Удачи вам в следующем нашем тираже. Ну а мы продолжаем борьбу за призовый фон 2-го тура. Как вас зовут? Любовь. Любовь. 45. Номер 45. Это действительно Любовь. Счастливое число. Номер 45. Счастливое наше число. Мы его все любим. Действительно, Люба. Это счастливое для нас число. Адрес дирекции Русского лото Ленинский проспект, дом 45. Более 8,5 лет. Каждый игрок, который вытаскивает из мешка этот номер, получает от нас приз. И будем же мы сегодня отступать от этой традиции. Люба получает приз. Номер 45. Счастливое число. Спасибо. Хорошо. Как вас зовут? Гена, вперед. Номер 49. Номер 49. Вас как зовут? Сережа. Номер 4. Эх, тачанка, ростовчанка, все четыре колеса. Номер 4. Прошу. Номер 82. Бабушка на двое сказала. Номер 82. Номер 61. Гагарин. Номер 61. А вот летит Гагарин, простой советский парень. Номер 63, Терешкова. Номер 63. Сереж, вперед. Номер 36. Нормальная температура. Номер 36. А как вас зовут? Алексей. Алексей. Очень приятно. Номер 3. Третье тысячелетие. С любимой игрой. Номер 3. Люба. Когда приз получишь, приятнее жить, да? Конечно. Конечно. Номер 39. Верхний завет. Номер 39. Номер 89. Дедушкин сосед. Номер 89. Прошу. Номер 26. Бакинских крыльзоров. Номер 26. Номер 65. Номер 65. Номер 65. Номер 58. Прошу. Номер 30. Ровно 30 лет. Жены нет, не будет. Номер 30. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Прошу. Номер 12. Дюжина. Номер 12. Номер 47. Номер 47. Номер 47. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну что же, вы слышали правила, а мы с Геннадием вот в этой, вот в этой интересной бизанце, я почти на болевой прием поймал его. Геннадий, Ген, давайте вперед, потому что правила прозвучали. Можно продолжать. Номер 83. Номер 83. Номер 83. Лидирует два билета. Два билета. Дело в том, что появились билеты, в которых 14 номеров из 15 в одной карточке, таких карточек в каждом билете две. 14 номеров из 15 зачеркнуты, каждый последующий ход может стать последним для игры во втором туре. Кто из вас вытащит счастливый номер, получит пылесос, а телезритель или кто-то из наших игроков студии получит денежный приз. То есть номер 38 длина удава в попугаях. Номер 38 по-прежнему лидирует два билета. Два билета. Прошу. Номер 18. В жизни раз бывает 18 лет. Номер 18. Лидирует семь билетов. Люба, а к вашей магнитоле да еще пылесос. Номер 68. Номер 68 лидирует восемь билетов. Геннадий, как с пылесосом? Отлично. Что отлично? Нужен? Нужен, нужен, нужен. Номер 66. Валенки. Номер 66 лидирует девять билетов. Девять билетов. Сереж, пылесос рядом с вами. Ой, нужен как, руку протяни. Ой, как нужен. Номер 73. Номер 73 лидирует двадцать билетов. Так, пока вручную убираете квартиру. Так, Алексей. Номер 55 перчатки. Номер 55 лидирует тридцать один билет. Люба, ваш счастливый день сегодня, да? Да, я пока. Вы вообще удачливый игрок? Да я мало играю, знаете. Вот, играйте больше. Еще не знаю, еще не знаю. Люба, играйте больше. Номер 9, точка внизу. Номер 9, стоп игра. Люба, Люба, Любочка. Во втором туре выиграли два билета по 70 тысяч 533 рубля. Давайте поздравим обладателей счастливых билетов, которые поделили пополам призовую сумму второго тура. Как Сергей прощался с этим пылесосом, вы бы видели. Он его и гладил, и говорит, ушел, ушел. Пришел к вам, Люба. Удача пришла к вам сегодня. Сегодня у вас счастливый день. Если вы мало играете, играйте больше в русскую, это вам повезет. Вы счастливые, удачливые. Я вручаю вам второй приз. И самое главное, послушайте, как за вас радуются все, кто у нас сегодня в студии. Люба. Ну вот, вы можете вместе с теми, кто играл во втором туре, всем вам сувениры от нашей передачи. Вы можете вернуться на свое место, продолжать играть. Мы уже поздравили еще раз. От души поздравляем тех, кто выиграл у экрана своего телевизора. Ну а нам надо вперед. Как вас зовут? Аня. Анечка, замечательно. Аня, сейчас вам предстоит укомплексовать состав участников игры в третьем туре за столом. Игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом номер 53. Номер 53. Пожалуйста. Номер 53. Номер 14. Номер 14. Номер 14 здесь у нас напротив. Номер 75. Номер 75. Номер 75 располагается здесь. И последний игрок. Аня, он сейчас займет ваше место. Номер 16. Номер 16. А вам предстоит вернуться на место. Но прежде чем вы вернете, вы получите приз. А приятно. Приятно, да? Вот с такой улыбкой вы получаете хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотерея русского. Зато вам аплодирует студия. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а наша компьютерная группа сообщает нам, каков призовой фонд третьего тура. АПЛОДИСМЕНТЫ 211 тысяч 599 рублей. Это еще больше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мы продолжаем. Продолжаем игру в третьем туре. АПЛОДИСМЕНТЫ Вперед и дальше. Номер 34. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 81. Бабушка с клюшкой. Номер 81. Вот ваш. Номер 23. Два придоп, три прихлопа. Номер 23. Номер 5. Ахиллесова пята. Номер 5. Номер 27. Номер 27. Прошу. Номер 8. Обручальные кольца. Номер 8. Номер 85. Номер 85. Прошу. Номер 71. Номер 71. Номер 88. Матрёшки. Номер 88. Номер 22. Утята. Номер 22. Номер 17. Матрёшки. Номер 17. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Номер 31. Номер 31. Номер 31. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Третьи и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Так, теперь нам очень важно, Арчел Михайлович, я вижу, что там есть какое-то непонимание, да? Ой, как вам девушка хочет что-то объяснить рядом сидеть. Да, теперь надо всё уже, полностью надо билет, все 30 чисел билета. Итак, появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуто. Любой ход может стать последним в третьем туре. Кому повезёт, вот что интересно. Номер 21. Номер 21 лидирует три билета. Три билета. Номер 10. Номер 10 лидирует четыре билета. Четыре билета лидируют. Номер 51. Номер 51 в группе лидеров пять билетов. Пять билетов. Как вас зовут? Андрей. Андрей. А может быть это Андрей, номер 25, опять 25. Номер 25 лидирует 11 билетов. А вас как зовут? Нина. Нина. Номер 28. Сенокосин. Номер 28. Стоп игра. Нина. Послушай, Нина. В третьем туре выиграл один билет. Его выигрыш 211 тысяч 599 рублей. Вся призовая сумма на один билет. Наше поздравление. Вот выиграл, так выиграл. Итак, вся призовая сумма на один билет с вашей лёгкой руки. Вот приз, который вам положен. Это фотоаппарат. Если вы хотите и не боитесь рискнуть своим фотоаппаратом, он уже ваш, я могу предложить вам суперигру на крупный приз. Хотите? Не на решительный человек. Она говорит, давайте попробуем, давайте ее поддержим в этот момент. Мы убираем фотоаппарат в сторону, а я вас прошу засыпать в мешок эти 10 зелёных бочонков от нуля до девяти. Если вы вытащите ноль, мы играем с вами на теплорадиатор. Единица видеомагнитофон, двойка пылесос, тройка видеомагнитофон, 4 музыкальный центр, 5 магнитола, 6 телевизор, 7 СВЧ, 8 телевизор большой и 9 это компьютер. На что мы с вами играем сейчас? Как у вас хорошо получается, Ниночка, пожалуйста, один бочонок из мешка, зачеркивать его не надо, мы просто определяем приз номер 6, мы играем на телевизор. Ну а теперь, чтобы вам этот телевизор получить, вам нужно решить, в каком из этих бочонков лежит табличка приз. Один из них пустой, один полный. Какой вы выбираете? Если есть с кем-то советоваться вот здесь в студии, вы с кем? Я с дочкой. Дочка это кто? Вот 55 номер. Ой, ой, какая дочка-то. Идите сюда, дочка, помогайте маме. Или, или, или... Нет, пусть она поможет. Пусть она поможет, хорошо. А вы пока думайте, вы пока думайте, что вы выберете, от этого многое зависит. Как дочку зовут? Анастасия. Анастасия. Нина. Анастасия. Какую вы выбираете? Вот эту. Мама согласна? Давайте. Да, давайте, удачи вам. Приз есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, возьми заодно телевизор, всё равно уже идёшь. Сейчас там дадут его. Нина, я вас прошу вернуться на своё место. Получите, вот-вот он телевизор. Настя получает телевизор. Легко его несёт на своё место. А мы продолжаем нашу игру. Сегодня вместе с нами в четвёртом и последующих турах играет группа «Балаган Лимитед». АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу вас сюда, очаровательные. По одному бочонку из мешка мы играем в четвёртом и последующих турах. Давайте сюда. Ой, 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 скромность какая, боже мой. Итак, раз они такие, скромность, начинай ты. Номер 40, Али Баба. И 40 разбойников. Номер 40. Выиграла два билета по 134 тысячи 13 рублей. Да вы слушайтесь, какие суммы призовые. Это русская лото. Номер 19. Номер 19. Выиграли 4 билета по 88 тысяч 166 рублей. Номер 13, чёртова дюжина. Номер 13. Выиграли 4 билета по 98 тысяч 746 рублей. Номер 1. Номер 1. Выиграли 8 билетов по 45 тысяч 846 рублей. Вы слушайтесь, какие призовые суммы в нашей игре. Номер 77. Топорики. Номер 77. Выиграли 10 билетов по 42 тысячи 320 рублей. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Выиграли 14 билетов по 30 тысяч 228 рублей. Номер 46. Номер 46. Выиграли 34 билета по 12 тысяч 447 рублей. Игра идёт шире. Важно успеть все 30 номеров в билете зачеркнуть до конца игры. Номер 59. Номер 59. Выиграл 51 билет по 8 тысяч 298 рублей. Номер 67. Номер 67. Выиграли 79 билетов по 6 тысяч 71 рублю. Номер 43. Номер 43. Выиграли 150 билетов по 2633 рубля. Номер 42. Номер 42. Выиграли 268 билетов по 1052 рубля. Номер 29. Номер 29. Выиграли 353 билета по 799 рублей. Перемешаем и вперёд. Номер 2. Служили два товарища. Номер 2. Выиграл 681 билет по 621 рублю. Номер 56. Номер 56. Выиграла 1069 билетов по 396 рублей. Номер 62. Номер 62. Выиграла 1635 билетов по 259 рублей. Номер 64. Шахматы. Номер 64. Выиграла 2339 билетов по 181 рублю. Я прошу предупредить нас о приближении последнего хода. Номер 35. Номер 35. Выиграла 3857 билетов по 109 рублей. Номер 41. Счастливый номер. Номер 41. Выиграла 6290 билетов по 112 рублей. Я сказал, они такие скромные. Начинай ты. Как тебя зовут? Я... Дима. Димочка, очень приятно. Девушки, значит, Дима, в отличие от вас, дорогие мои, может, это как-то может повлиять на дальнейшую жизнь вашего коллектива? Дружного. Потому что Дима выиграл. Вы вытаскивали бочонки? Я он тоже вытаскивал, но он вытащил счастливый номер. Сегодня у нас 441 тираж. Сегодня бочонок под номером 41 счастливый. Дима получает блиницу. Заметьте, там блинов хватит на весь балаган лимитов. Ну вот, а мы продолжаем. Номер 84. Номер 84 выиграла 8 860 билетов по 95 рублей. Номер 57, конечно же. Номер 57 выиграла 13 396 билетов по 90 рублей. Номер 74. Номер 74 выиграла 22 674 билета по 77 рублей. Разыгрывается последний тур. Вот я чувствовал, что он приближается. Так, а кто у вас последний будет номер тащить? Куда хочет лететь? Одновременно нельзя, нужно, не получится. Это вы будете петь одновременно. Давайте Дима. Давайте Дима, правильно. Давайте все-таки, он у вас один, один все-таки парень-то у вас. Номер 90. Дедушка. Номер 90 выиграла 29 302 билета по 87 рублей. Игра закончена, в мешке осталось 6 бочонков. Я прошу Балаган Лимитед приготовить к исполнению музыкального номера, а мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Итак, все, что осталось в мешке, я высыпаю. Я высыпаю. А наш пустой мешок прошу передать в Гидрометцентр Российской Федерации для исследования более подробного. Номер 7, это номер, который остался в мешке. Номер 15, номер 24, номер 32, номер 48 и номер 79. Итак, в мешке остались номера 7, 15, 24, 32, 48, 79. Эти номера зачеркивать не надо. По ним нужно проверить. Во-первых, наша мышка-кубышка. Кто-нибудь смог поймать мышку? Кубышка разыграна. Разыграна кубышка. Ее поделили 33 билета. Ну вот, моя ассистентка повернула штурмал, и вся эта сумма оказалась в ваших руках. Нашу призовую сумму мышки-кубышки разделили между собой. 33 билета. 33 билета разделили между собой эту сумму. Поскольку кому досталось, определит компьютер. Но я поздравляю все, 33 богатыря. Вас от души поздравляю с победой в нашей игре за кубышку. Ну что же, в следующем тираже можно поймать мышку-кубышку. Она, как бы вам сказать, в одиночестве не останется. Вновь сумма будет достаточно серьезной. Ну и не забывайте о той сумме, которую сторожит наш Джек Кот. Одним словом, есть полный резон. Нам встретиться в следующем тираже воскресенья в 8 часов 20 минут на телеканале России. Ну а мне хочется вам сказать, что вы можете проверить свои билеты, если по каким-то причинам не успели. Наша тиражная таблица печатается в газетах «Комсомольская правда», «Московская правда», «Работа в Москве», «Сударушка», «Аи» в «Телеглаз», «Вечерняя Москва» и в региональной прессе. Всероссийская телевизионная игра лотерея рекомендует учитесь водить автомобиль, потому что каждое воскресенье в каждом нашем тираже мы разыгрываем автомобили. И 30 марта 442-й праздничный тираж, День регионов России в розыгрыше. Джек Кот, мышка-кубышка автомобилей ВАЗ-21 и 30 компьютеров. Ну а нашу сегодняшнюю передачу завершает «Балаган Лимитед». А запевай, моя родная, мне не запевается, Навернулся я со сцены, рот не развивается. А мне мило изменила, я упала перед ним, Что ж я, дура, падаю перед такою гадою. Я куплю себе колечко золотое, пробую Если замуж не возьмут, всё равно попробую Я ходила вдоль реки, собирала корни Милый замуж не берёт, боится, не прокормит Ай-вир-вир-вир-вир-бум-бум-бум Ай-р-р-ра-са-са, ай-вел-на-са, ай-ра-са-са Ай-чик-май-ролла-та-ла-ла-ла Ах, спасибо тебе, мама, что такого родила Я на танцы, я на песни, я на всякие дела Ай-вир-вир-вир-вир-бум-бум-бум Ай-р-р-ра-са-са, ай-вел-на-са, ай-ра-са-са, ай-чик-май-ролла-та-ла-ла Как пойду я в огород, накопаю хрену Затолкаю мешки в рот за его измену Ай-вир-вир-вир-вир-бум-бум-бум Ай-р-ра-са-са, ай-вел-на-са, ай-ра-са-са, ай-чик-май-ролла-та-ла-ла У меня залёт кобыл, звали его витию А я девушка была не по его развитию Ай-бер-бер-бер-бер-бом-бом-бом Ай-бер-бер-бер-бер-бер-бом-бом Ай-р-р-рас-а-са, ай-вел-на-са, ай-р-рас-а-са, а чик с май рула с ралала. Ой, не хватайся за меня, рука твоя холодная, Посмотрите на неё, какая благородная. Ай-вер-вер-вер-бум-бум-бум, ай-р-р-рас-а-са, Ай-р-рас-а-са, ай-р-рас-а-са, а чик с май рула с ралала. А я и так, я и сяк, я и ногу на косяк, Как зато ли любить, никому не перебить. Ай-вер-вер-вер-бум-бум-бум, ай-р-рас-а-са, 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 а чик с май рула с ралала. Ой, подруга дорогая, как твои делишки, Слава богу, ничего, любят ребятишки. Ай-р-вер-вер-бум-бум-бум, ай-р-рас-а-са, Ай, виллаца, ай, рас, тоста, а чик, май, рула, тра-ла-ла Мы сейчас уж не пик кончаем, мы уже напели вся Хоть у нас миллионков нет навачка, нагляделися Ай, вир-вир-вир, бум-бум-бум, ай, ра-ра-ра, соста Ай, виллаца, ай, рас, тоста, а чик, май, рула, тра-ла-ла Ай, виллаца, ай, рас, тоста, а чик, май, рула, тра-ла-ла Ай, виллаца, ай, рас, тоста, а чик, май, рула, тра-ла-ла